После столь блестящих докладов Светланы Анатольевны Рашиды Вахидовны и даже Евгений Наумович даже вообще подложку по поводу резистентности дал и мы уже просто для себя совершенно четко понимаем, что в настоящий момент мы вступили в эру той терапии, мы уже отошли немножко от такого слова, как индивидуализация. Мы все больше подходим к так называемой претезионной терапии. То есть мы говорим о мультидисциплинарном подходе, когда с пациентом работает команда специалистов, причем это не только патологи, выполняющие иммуногистохимическое исследование, это и молекулярные генетики, это специалисты, это иммунологи, безусловно, специалисты лучевой диагностики, но, безусловно, химиотерапевты, хирурги, радиотерапевты. Но, кроме того, это сверхточный подход, когда правильному пациенту в правильное время назначается правильное лекарство. А еще достаточно интересное исследование, которое выполняется в Калифорнии, там пошли с другой стороны. Учитывая большие данные, накопленный в настоящий момент, и большое количество уже проведенных исследований, они пошли от другого, они пошли от долгоживущих пациентов. И вот хотят определить, что, собственно, в этих пациентах такого. То ли их так лечат, то ли они имеют такую характеристику опухоли, то ли период удвоения у этой опухоли таков. Поэтому сейчас такое количество перед нами возможностей открывается, это и таргетная терапия, и иммунотерапия, и комбинация таргетной терапии с иммунотерапией. И в ряде случаев мы иногда ограничиваемся просто химиотерапией. Поднимается вопрос, может быть, те пациенты, которые быстро сгорают, маложивущие пациенты, возможно, период удвоения опухоли таков, что у нас нет ресурсов, нет возможностей управлять этой опухоли. А те опухоли, которые хорошо контролируются, возможно, мы должны понимать, что, собственно, в них такое, что это за опухоли, какие там предиктивные маркеры для этого могут быть. Возможности, конечно, колоссальные, если мы говорим о настоящий момент. Есть локализации, которые хорошо подвержены и управляются с помощью химиотерапии, гормонотерапии, эротаргетной терапии, включающей малые молекулы антитела, иммуноконьюгаты, когда цитостатик соединен с помощью линкера с моноклональным антителом. Возможности иммунотерапии расширяются все шире и шире. Ирина Александровна представила уже доклад о возможности адендридоклеточных вакцин применения при различных локализациях опухоли. Адаптивная клеточная терапия. У нас уже есть два препарата ТЕКАР-терапии, которые зарегистрированы в FDA. Ну и, безусловно, все эти подходы невозможно без адекватной сопроводительной терапии. Конечно, достижение молекулярного тестирования – это целая эпоха, это целая эра, которая началась с описания двухспиральной структуры ДНК. Потом мы изучили последовательность генома ДНК. Сейчас нам уже известно более 400 известных генов рака. И мы уже определяем тысячи последовательностей в полном геноме рака. И, конечно, со временем мы подойдем к полному геномному секвенированию в качестве рутинного метода, который позволит нам действительно с полной точностью… Вот это выражение мне тоже очень понравилось. Каждой клетке по таблетке. Конечно, это преувеличено, но, тем не менее, мы будем понимать, для какой клетки какая таблетка показана. И вот это выражение, когда я увидела на самом этот рисунок, тут подошло как раз выражение Александра Гермонда, который сказал, что на меланоме взошло солнце на конференции ЭСМО. Мы с Исланой Анатольевной Попрук где-то на какой-то конференции, как раз-таки недавно это обсуждали. Начиная с 2011 года, когда у нас в клинической практике появился препарат Эпилемумаб для лечения больных с меланомой. Затем сейчас уже говорят о том, что, конечно, более эффективно, когда идет комбинация двух иммунопрепаратов. Но сейчас, конечно, возможности колоссальны. И что, по сути, делает иммунотерапия? Есть несколько сравнений, их много сравнений. Считается, что, наверное, бессмысленно давить на газ, когда нажата педаль тормоза. Нужно отпустить педаль тормоз, и тогда у нас появятся возможности колоссальные. Но одновременно с тем, что опухолевые клетки набрасываются на... То есть, извините, лимфоциты набрасываются на опухолевые клетки, также они набрасываются на различные органы, в том числе эндокринные. И есть исследования, уже четкие исследования, что высокая частота иммунопосредованных реакций является преддиктором увеличения общей выживаемости. Да, иммунотерапия в настоящий момент заново обучает иммунную систему организму бороться со злокачественной опухолью, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунного надзора. Вот это исследование, я каждый раз его повторяю, но мне очень нравится. В течение исследования, а такая вот статья. Да, мы имеем таргетную терапию, мы направляем ее на конкретную мишень. И вот если так образно вспомнить сказку «Маленький принц», экзепюри, когда удав съел слона, и представьте себе вот эту шляпу, если ее разделить напополам, это как раз-таки тот будет график, когда мы видим эффект таргетной терапии. Он колоссален, мы видим мишень, у нас есть ЭДЖФР, мутация у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Мы видим ответ на проводимую терапию, но эффект есть, но он все равно скоропостижен. Что же он, ну не всегда он длительный, да, есть пациенты, которые действительно долго живут на таргетной терапии, но тем не менее рано или поздно насчерпывают. Что же наблюдается у больных, которые получают иммунотерапию? Иммунотерапия 20%, не так много, конечно, хотелось бы больше, а со временем, может быть, благодаря комбинации ТКР-терапии с иммунотерапией, с чекпункт-ингибиторами, мы получим, действительно будем переходить сразу на 50% плата, пациенты будут излечиваться. Что же сейчас, по сути, иммунотерапия дает эффект плата. Но, опять-таки, что это за пациенты, какие пациенты отвечают? Мы четко понимаем для слебя сейчас, в виде этих пациентов, что, конечно, пожар у пациентов на фоне прогрессирования, высокая локтат дегидрогеназа, Светлана Антонова об этом говорила, является действительно противопоказанием для назначения иммунотерапии. Возможности, существует несколько классов ингибиторов и иммунных точек контроля. Сегодня уже говорили нам, блестящие лекции прослушали, и про эпильмумап, и невылмумап, и пепролизумап, но отечественное производство, то, что касается иммунной онкоиммунологии, не стоит на месте. И вот сейчас уже прошла первая фаза препаратов BCD-100. Уже опубликована статья, и Светлана Анатольевна, и ее центр, и в нашем сути два центра, сейчас уже исследуют препараты BCD-100 уже в рамках второй фазы. На подходе препараты BCD аналогичны моноклональным антителам, точнее, не аналогичны, а просто препараты, являющиеся моноклональными антителами к CTLA-4, также моноклональными антителами к PD-1L. Поэтому сейчас, конечно, возможности колоссальные. Я уже не буду повторяться, Рашидова Ахидовна блестяще рассказала, что основная проблема у нас – недостаточная стандартизация определения маркеров PD-1 и PD-L1, и является действительно большой проблемой молекулярного тестирования. Мы не совсем понимаем, почему при наличии высокого уровня экспрессии PD-L мы ожидаемо должны получать ответы, мы не всегда их получаем. Почему при различных опухолях, казалось, PD-Л-экспрессии, мы не всегда видим этот ответ? С чем это связано? Резистентность обусловлена наличием каких-то определенных мутаций? Опять-таки, не на все мы получаем ответ. Я постараюсь очень быстро рассказать об исследовании первой фазы, которая не так давно была опубликована в журнале «Современная онкология». И если касается препарата BCD-100, это моноклональное, полностью человеческое антитело против PD-L1. Введение препарата, оно в принципе стандартно, не представляет никаких сложностей. Изначально предусматривалось примедикация антигистаминным препаратом, антиперетиком. Задачи исследования тоже следовали и с цели исследования. Поскольку это первая фаза, нам нужно было определиться дозой, лимитирующей токсичностью. А следовательно, все, что характерно для первой фазы, включало изучение показателей фармакокинетики, иммуногенности, фармакодинамики. Нам нужно было определить профиль безопасности. Точнее, исследователям, кто проводил эту первую фазу, определить оптимальный режим ведения и пилотная оценка противоопухлевоактивности. Ведь, по сути, мы знаем, что для препаратов, что пипролизумаба, что неволумумаба, уже в первой фазе мы получаем достаточно яркие и многообещающие результаты. Дизайн исследования первой фазы, он типичен. Были заложены несколько дозовых уровней с соответствующими дозами препарата от 0,3 мг на килограмм до 30 мг на килограмм, но до этой дозы не дошли, остановились на 10 мг на килограмм. Основные критерии включения, они, пожалуй, стандартны. Если здесь касается первой фазы и для назначения онкоиммунологических препаратов, рассматривалась популяция пациентов с гистологически верифицированными злокачественными образованиями меланомы, немелкоклеточный рак легкого. Возможно было включение пациентов с мезотелиомой, трижды негативным раком молочной железы и с метастатическим раком мочевого пузыря. Могли включаться пациенты, но включались все же в большинстве случаев это были пациенты больные меланомы, немелкоклеточным раком легкого. Один пациент был страдал мезотелиомой, у одного пациента был зарегистрирован почечный клеточный рак. Большинство пациентов возможности предшествующего лечения были исчерпаны. Всего было включено в исследование 15 пациентов. Большинство пациентов, страдающих меланомой, была обнаружена БРАФ-мутация. И если говорить о досрочном завершении исследования, конечно, причиной в основном это было прогрессирование заболевания, в одном случае летальный исход по причине прогрессирования основного заболевания. Анализ фармакинетики в данном случае был стандартен и предусматривался непосредственно забор анализа в крови перед введением препарата. И затем через 30 минут, ну, стандартно, так как мы работаем с заборами крови для выполнения фармакокинетических анализов. Анализ фармакокинетики, значит, что наблюдалось в результате. Да, отмечалась доза зависимой нарастания концентрации следового вещества в крови. Достижение максимальных концентраций 30 минут до 6 часов и последующим равномерным снижением период полувведения препарата, независимо от введенной в организм дозы, характеризуется обычной для иммуноглобулинов класса G продолжительностью до 17 дней. И минимальные концентрации препарата на протяжении 6 введений не только достигали плата, но и нарастали в динамике. Методы для исследования фармакодинамики, они, в принципе, стандартны, не было особых отличий. Исследование насыщенности рецепторов ПДА1 и анти-ПДА1 антителом проводилось методом проточной цитометрии. Хотелось бы отметить, что действительно в результате анализ фармакодинамики было определено, что насыщенность рецепторов ПДА1, анти-ПДА1 антителом была высокой практически 100% на всех дозовых уровнях, во всех популяциях ПДА1-позитивных клеток. Насыщенность, ну, здесь вот это все продемонстрировано на слайде. Анализ иммуногенности по скринингам, анализ доступных биобразов, связывающих антител, не выявлено было. И анализ эффективности показал, ну вот, да, больных было немного, их всего было 15, тем не менее, у трех пациентов достигнута стабилизация. И у одного пациента продолжающийся частичный ответ продолжительностью 9 месяцев. Из этих пациентов, три пациента, были пациенты с, два пациента с метастатической меланомой и два с местно распространенным мелкоклеточным раком легкого. Отчасти такой ответ и послужил выбором для пациента включения, выбора клинических след для второй фазы, для BCD-100. И сейчас пациенты включаются с меланомой распространенной и с немелкоклеточным раком легкого без активирующих мутаций. Анализ безопасности. Отсрочка терапии вследствие нежелательных эффектов наблюдалась у третьих пациентов. У всех пациентов были те или иные нежелательные эффекты. Всегда мы смотрим на иммуноассоциированные нежелательные эффекты наблюдались во всех когортах у третьих пациентов, при дозовом первом уровне у третьих пациентов, ну и при втором дозовом уровне у половины пациентов. В основном это были проявления, такие как гипертиреоз и кожная токсичность. Отмечалось также периодическое повышение трансаминаз. И у двух пациентов был подтвержденный аутоиммунный тиреидит. Анализ безопасности не выявил клинически значимых осложнений. Анемия в четвертой степени была связана исключительно с распадом опухоли, не была связана с введением исследуемого препарата. И вот тут еще про поводу дозы лимитирующей токсичности. В основном это было снижение уровня ТТГ и повышение Т3 общего и Т4 общего. Какие выводы основные были сделаны? На настоящий момент это, конечно, первая фаза. Но, тем не менее, в рамках первой фазы BCD-100 продемонстрировал благоприятный профиль безопасности во всех дозовых когортах. Большинство нежелательных явлений носили легкую степень тяжести, были связаны с основным заболеванием. Иммуно-посредственно нежелательные эффекты были ожидаемы. Их степень тяжести не превышала второй степени. Они адекватно купировались и не являлись критерием прекращения терапии. Не выявлено существенных различий между дозовыми когортами по профилю безопасности. Фармакокинетические характеристики были оптимальными в когорте 3 мг на кг. Исследование фармакодинамики показало максимальную насыщенность рецепторов PD-1 BCD-100, начиная с минимальной дозы 0,3 мг на кг на всех последующих дозовых уровнях. Анализ эффективности показал наличие противоопухолевоактивности BCD-100 у отдельных пациентов. И эффект не был дозозависимым. Да, действительно, эра иммунотерапии наступила. И мы стараемся, мы с Веселаной Анатольевной активно работаем с пациентами и проводим такие школы по иммунотерапии, где пациентам подробно рассказывается о тех отсроченных побочных эффектах иммунопосредованных, которых могут возникать у пациентов на том или ином этапе получения терапии, в том числе, когда терапия прекращена. И хотелось бы сказать, что мы всегда по одну сторону с пациентом от болезни и действительно делаем все возможное, чтобы наши пациенты жили долго и жили качественно. Благодарю за внимание. Продолжение следует...